В Иркутске вы смотрите оперативные новости. Здравствуйте, в студии Павел Добродеев. Им сверху видно все. В распоряжении полицейских оказались записи камер уличного видеонаблюдения, которые установлены на здании областной прокуратуры на улице Володарского. Именно около этого здания на месте парковки для инвалидов оставил свою Тойоту пенсионер. Своим рассказом он ненадолго взорвал информационное поле Иркутска. По версии автовладельца, машину погрузили на эвакуатор вместе с ним. У сотрудника службы эвакуации другая информация. СССР сообщил, что хозяин Тойоты догнал его на перекрестке и сумел забраться в свой автомобиль. И вот оно неопровержимое доказательство. На кадрах видеонаблюдения видно, что в припаркованной машине никого нет. Уезжает загруженный эвакуатор, а следом за ним из дверей прокуратуры выбегает человек, в котором нетрудно узнать владельца машины. Благодаря оперативному изъятию записи камер наблюдения было достоверно установлено, что эвакуация автомобиля осуществлялась в отсутствии водителя. И в соответствии с действующим законодательством водитель данного автомобиля был привлечен к административной ответственности за нарушение правил парковки. К другим новостям. Росприроднадзор обязал администрацию Баклашинского муниципального образования ликвидировать несанкционированную свалку. Она находится на 10-м километре федеральной трассы М-55 Байкал, недалеко от села Баклаши. Площадь свалки более 2 гектаров. На очистку территории местным властям дали 6 месяцев. Двойной агент. Три года условно получил бывший сотрудник транспортной полиции. По данным следствия, оперуполномоченный предоставлял руководству несоответствующие действительности документы об агентурной работе. Выделенные для этих нужд деньги присваивал. По факту было восхождено уголовное дело. Подсудимый лишен звания майора полиции. И еще о чистоте рядов, а с ним заодно и рук. Забайкальский краевой суд оставил без изменения приговор районного суда в отношении сотрудников в бухгалтерии Читинского линейного отдела МВД. Три бухгалтера были признаны виновными в присвоении и растрате денежных средств, вверенных им в силу занимаемых должностей. Недостача в РКСе организации составила более полутора миллиона рублей. Информация для автомобилистов. С 8 утра 16 мая до 22 часов 17 мая во 2-м Иркутске на улице Волгоградской в районе пересечения с Муравьева будет ограничено движение автотранспорта. Это связано с устранением аварии на канализационной сети. Соответствующие знаки там появятся в ближайшее время. Кроме того, также во 2-м Иркутске на улице Шишкина на участке от авиастроителей до сибирских партизан будет перекрыто движение с 4 июня по 20 июля. Объезд по новаторов или другим параллельным улицам. Это была не вся информация. В ближайшее воскресенье 17 мая с 11.45 до 14 часов будет ограничено движение на бульваре Гагарина, улицах Красного Восстания и Кожова, и также на переулке Сударева. Это связано с проведением всероссийских соревнований по спортивному ориентированию российский Азимут-2015. Сотрудники ГИБДД призывают водителей обращать внимание на дорожные знаки. Как светили звезды в День Победы? Иркутский планетарий присоединится к международной акции «Ночь музеев». Напомним, она пройдет 16 мая. В этот день гости смогут бесплатно посетить обсерваторию и послушать лекции об астероидной опасности и экспедиции иркутских астрономов. В зале планетария будут показаны познавательные фильмы о Вселенной. Кроме того, астрономы приготовили рассказ о том, как выглядело звездное небо над Иркутском в День Победы 9 мая 1945 года. Мероприятия начнутся в 9 вечера. Единственное, за что придется платить, это за посещение звездного зала планетария. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту astmrsobaka.ru или звоните по телефону 33 13 28. Подробнее с новостями дня в городе и в области познакомитесь в 18 часов и в 20 часов в итоговых выпусках новостей.